Всем привет! Ну что, скучали? Сегодня у нас фейк-стайл. Я просто уверен, этот ролик порвет огромному количеству хомячков пердаки. Я чувствую это. Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду, на танцующих пингвинов и на бойцов школы «Тигр-дракон». Есть в этом мире мастера, которые остались невидимыми для многих последователей в мире боевых искусств. Между тем, стоит рассказать о них, ибо их история жизни поистине непостижима и способна удивить даже меня. Исправим уже этот недочет. Слышите? Эта история доносит до нас истину. Когда чудеса становятся бредом, разум превращается в безумие. Давайте я просто изложу факты, постараясь не вмешивать эмоциональные окраски. Родился наш герой 24 сентября 1949 года в селе Хэнань в окрестностях города Кульджа, Китайской Народной Республики. Звали его Эсэн, и родился он в семье простых людей по фамилии Исмаиловы. Эта территория многократно переходила из рук в руки. И раньше это была Российская Федерация. Потом это был Китай. Потом это была Просоветская Республика, часть Китая. И потом уже в 1949 году эту часть передали Китаю. То есть, в принципе, родился он на территории Просоветской Республики в Средней Азии. Но предлагаю в это просто поверить, поскольку это не имеет никакого отношения к делу. Итак, наша история об учителе школы Тигр-Дракон Есене Жумасовиче Исмаилове. У президента Международного центру Схидних Єдиноборств и в одночас неординарной талановитої особистости Есена Исмаилова истинная розгалужена мережа тренувальных центров, в которых за несколько последних десятилетий таймницы учения школы кунг-фу Тигр-Дракон познали понад 300 тысяч. И его последовательства. Найбільше их в России. Мешкают они и в Украине, и в Днепропетровску. Зокрема, сам с ними он и мав зустріч. Самое главное, это моя школа здесь. И здесь у меня очень много учеников. Поэтому мне последнее время что-то постоянно сюда тянет. Здесь и далее я буду цитировать тексты самой школы. Так что, если что-то не так, все вопросы к авторам этих текстов. Итак, начнем. Учитель школы Исмаилов Еже является патриархом школы и носителем знаний и традиций древневосточной школы Тигр-Дракон, Северный Тибет, монастырь Шаолинь. Является преемником знаний школы, переданных ему наставникам монастыря, учителем Джанам, который перенес знания школы в современный мир еще в 1949 году. Вот как он сам рассказывает о том периоде. Статья, кстати, называется «Учитель Джеки Чан». Охуеть! Детство было нетрудным, а очень насыщенным, интересным. Об этом Михаил Якуни написал книгу «Черный пояс маэстро». К ней мы чуть попозже вернемся. Мои дедушки Исмаил и Реджеп около 40 лет жили в Тибетском монастыре. Учились вместе с мастером Джаном. С пятью ребятами, которых отобрал для занятий мастер Джан, мы построили городок с сотней тренажеров для тренировки выносливости, силы, гибкости, легкости, реакции. Когда наш мастер Джан, подбросив вверх округлыми движениями, легко разрубил на несколько частей черенок из крепчайшего дерева, мы задались целью достичь такого же мастерства. Представьте себе наше житье с учителем Лао Джаном. Горы, лес, шалаш на дереве, горная река. За ужином учитель объявляет «Завтра день боя». Это значит, что всю работу по хозяйству нужно выполнять в состоянии постоянной готовности к поединку. Хорошо. А теперь летящий дракон. Несу, например, два ведра воды. Неожиданно из кустов выскакивает учитель, и без предупреждения атакует меня шестом. Мэрин Брэнди Скок и Перегрин Пуп. Вот сейчас кто-то огребет. Палка в его руках свистела, как пропеллер. Только успевал, правда, не всегда удачно уклоняться от его ударов. Ведра с водой опрокидывались. Все приходилось начинать сначала. Или рублю дрова, чтобы развести огонь и приготовить обед. Свист меча над головой. Чтобы избежать ударов, вынужден совершать повороты с большой амплитудой. И так целый день. А вечером старик упрекает, что обед не вовремя приготовил или воды мало наносил. От шеста он уклонялся несколько неудачно. Надо думать, от меча он уклонялся гораздо успешнее, чем от палки. А то разбудит ночью и заставляет отрабатывать прямой удар кулаком в доску с гвоздями. Гвозди закрыты листом газет. Расстояние до них от листа 1-2 сантиметра. Надо бить так, чтобы порвать кулаком газету, но не пораниться. Однажды мы рыли яму для ухранения продуктов. Когда яма была выше человеческого роста, старик бросил вниз большую, как мне показалось, змею. В мгновение ока прыжком я оказался наверху. Это заставит тебя бежать быстрее. Есть такая книга, где описывается жизнь Эссена Жумасовича Исмаилова, которую мы уже упомянули. Черный пояс маэстро. Автор ее некий Якунин. А вот ее куратором, человеком, наблюдающим за текстами в этой книге, являлся Валерий Маржин. Это адерт из крымского филиала «Школа тигра-дракона». И о нем вы узнаете позднее. И там вы можете познакомиться с причинами, которые двигали маленьким Эссеном, когда он задумывался о занятии боевыми искусствами. Я приведу несколько выдержек, но они передадут вам весь колорит этой школы. Орлиное племя Исмаиловых взросло на берегах Илли. К крепости оно было необыкновенной. Отец Эссена Жумас немногословен, но умен и предусмотрителен. Думающий человек. Естественно, никаких подтверждений всему этому, можно сказать, голосновным обвинениям, в книге не приводится. Сильным племени появился на свет 47 лет назад. Книга написана в 95-м году. В селе Хэнань на западном берегу Илли маленький улыбчивый мальчик. Назвали его Эссеном. Все предки его были значительными. Ни одного факта не приведено. Застенчивый, скромный по натуре мальчик, более близкий и чуткий к доброте, тем не менее не мог оставаться равнодушным к насилию и издевательствам. На этой почве появился и долго продолжался конфликт с девчонкой Анасельчанкой. Старшей, сильной и дерзкой. Слышь, ты че такая дерзкая? Увы, в жизни нередко бывает так, когда сильный и злой, даже если он намного тупее и неспособнее, угнетает доброго и смелого, но стеснительного и неумелого. Задиристая злюка прохода не давала мальчишке. Мало кто знает, но эти девчонки со стороны выглядят так безобидно. Маленькие ножки, как спички, две маленьких косички, но на деле само исчадие ада. Пришлось попросить деда научить его защищаться, чтобы давать сдачи, уметь постоять за себя и других. Ну, есть там немного аталанта Хосена. В 7 лет он пошел в школу. Это было в 1556 году и получается в Китае, где он родился. За год он прошел 4 русских класса. Он учился в русской школе имени Сталина. Не знаю, насколько это было реально, чтобы в Китае в 1556 году была школа имени Сталина. Ну, опустим это. СН еще не раз нас удивит. Вероятно, за три года с такими темпами он мог бы закончить, наверное, всю школу из 10 классов. Но продолжим. Просьба маленького СНа к деду Исмаилу научить его защищаться от обидчиков, бить девчонок, не осталась безответной. Он показал ему несколько нехитрых приемов и упражнений. После подобных занятий не только злая девчонка, но уже и парнишки посильнее не могли его обидеть. Но главное, что он узнал потом. Дед Исмаил никогда не говорил о том, что он в свое время обучался в одном из северо-тибетских монастырей. И только перед смертью поведал об этом внуку. Ребята, вам может показаться, что это все бессвязный бред, но я просто сохраняю стиль повествования для полноты ощущений. И только перед смертью поведал об этом внуку. Кроме того, твердым голосом сказал, что СН должен стать мастером гунг-фу, перенять тысячелетние традиции северо-тибетской школы и приобщиться к сокровищам тайных знаний, накопленных ею. Бабушка была против, но воля умирающего – закон. ИСН в детстве и юности прошел полное обучение по полной программе у учителя, выпускника той же северо-тибетской школы, дедового товарища, которому было доверено право на передачу тайного наследия. Им стал для подростка мастер гунг-фу Чжан. Неоднократно здесь и далее в книге и везде упоминается, что гунг-фу – это такой как бы подвид, якобы по-китайски это звучит как кунг-фу и ушу, а по-тибетски это звучит как гунг-фу. Итак, обучение началось с того момента, как они с осени 1960 года переехали в Казахстан. И после учебы он стал ходить к мастеру Чжану. Тот оказался нетороплив, не спешил делиться своими секретами, а все больше отделался туманными указаниями. Тебя послушать так сложно все. Слышишь, что сказал я? Приди сегодня, приди завтра, приди послезавтра. То двор подмести поручит, то дров нарубить. Кстати, один из адептов Исмаилова – некий сумасшедший Соболенко, известный по ютуб-каналу «Новости Сорочина». Как раз так построил себе дом. То упрекнет, мол, рано пришел, или наоборот, поздно. И так до весны. Только потом Иссен понял, что передача сокровенных знаний от учителя к ученику происходила только в том случае, если ученик отвечал определенным морально-этическим нормам, был добрым и милосердным. Присмотрелся учитель, насквозь изучил подростка. В лагере начались регулярные тренировки. Первые 10 дней занимались по 4 часа, а потом на 20 дней. Мастер добавил еще полчаса. Следующий период занимались по 5 часов, и так до 8,5 часов в конце сезона. Занимались гимнастикой, акробатикой. Иссен занимался со старшими ребятами. Кроме него было еще 3-4 парня. Вырабатывали искусство реакции, гибкость и выносливость тела. Это все была базовая техника, на которой должно было создаваться затем мастерство. Сделать. Или нет. Во. Мальчик постоянно ощущал за собой наблюдение мастера, его постоянное стремление помочь, объяснить, открыть частицу большого знания. Знание с большой буквы. СН на всю жизнь запомнил слова учителя, когда тот спросил, а что ты будешь делать, когда при твоей девушке дерзкий человек оскорбит, плюнет на тебя? И уже немного натренированный юноша, подумав, ответил, может быть, отведу его в сторонку и хорошим ударом отключу его? Нет, твердо сказал учитель. Это неправильно. Ты должен взять себя в руки и даже извиниться за то, что ты оказался на пути его плевка. Чертей, на этот раз ты от меня не уйдешь! Зачем удивился СН? Затем, чтобы он был поражен неожиданным ответом, ибо в этом будет его поражение и расслабленность. В этом его слабость. Простите меня, простите меня, но я тороплюсь. Очень талантливым учеником был СН, и потому, когда приходилось с кем-нибудь ссориться, вспоминал слова учителя. Ты сам неправильно делаешь, раздувая паруса ссоры. Для природы нет отрицательных людей. Отдельно отмечу уверение учителя Джана на вопрос, есть ли Бог. Всему хозяин природа, но тобой есть хозяин, и неважно, как он называется. Природа, хозяин, Бог — это слова одного понятия. В какую бы ты веру не верил, но она должна быть. Не имеет значения название. Такая тоска и такое мученье, если хозяина нет. Никто не подарит кусочек печенья, если хозяина нет. После ухода старших учеников в армию мастер довел занятия СН до 10 часов в сутки. Мы изучали каратэ, тэквондо, бокс, кунг-фу. Теперь к базовой технике добавились занятия по энергетической, космической подготовке. А как с этим обращаться? Очень просто. Возьмите заверх обеими руками, а ноги поставьте вот сюда, и я вас толкну. СН начал познавать, насколько раздвигаются пределы человеческих возможностей. Осваивая комплексы, он не только приучался видеть все жизненные процессы через призмы учения о пяти элементах. На всякий случай, если кто не заметил, то элементов в тибетской медицине четыре или восемь, но не пять. Пять элементов – это из фильма «Пятый элемент». Пятый элемент – это любовь. Силах инь-янь, энергии ци, но и приобретала способность адекватно реагировать на любые изменения их состояния. Им постепенно открывались тайны древних монастырей, которые долгое время держались в секрете. Слушай, можно у тебя спросить? Мудрый ответ. Итак, немножечко об этих секретах. Каждый день рано утром, когда солнце только-только появляется над Аллатоо, СН с мастером Джаном тренировались на песчаной косе в спокойном месте. Здесь их, одетых в одни трусики, я цитирую, я не утрирую, в одни трусики ничто не загоражило от солнечных лучей. Стройные тела заладились в утреннем зареве, отражаясь бликами на голубом зеркале воды. Учитель называл это сбором солнечной энергии. О как! Так взращивалась в юноше изначальная жизненная энергия. Цитата. Ци вместе с вдохом проникает в рот, проглатывается и наполняет дань-тянь. Тренировались, и ночью при лунном свете таким же образом вдыхали энергию Луны. Ну, короче, дальше на третий год 12 часов в сутки. Много всяких описаний и занятий. Кто хочет, почитайте. Но я перескочу. Там собрана вся чушь, которую насочиняли в далекие глухие 90-е. Такие, как он волка прогнал искусством одухотворенные ладони. Ну вы, блин, даете. Поскольку я не очень люблю чушь, то я зачитывать не буду. Перейду сразу к встрече с его извечным врагом. Ранней весной, вернувшись с гор, где он провел мартовские каникулы, кстати, три года или три месяца, я что-то потерял нить повествования. Так вот, вернувшись с каникулы, СН почувствовал себя достаточно тренированным, хотя в поведении стал еще более сдержанным, скромным. Куда уж скромнее, он и так был безумно скромный ребенок. Его духовный огонь, зажженный мастером, ровно горел глубоко внутри. Он освоил все даваемое ему Джаном, был прилежным и способным его учеником. Но вот начались школьные занятия. Донимавшая прежде злая девчонка Нафия снова вознамерилась издеваться над добродушным и мягкотелым, как ей показалось, мальчишкой. Мальчик! Мальчик, иди в жопу отсюда! То есть, вы видите, что до тренировок они вроде как расстались. И когда он с ней встретился второй раз, он был уже тренированный. То есть, либо он ушел на каникулы и тренировался три месяца. Либо, что скорее всего вероятней, он в первый год прошел четыре класса, а потом отдыхал три года, как раз в течение которых тренировался. Так вот, Нафия не забыла пригласить своих приспешников, от которых бывало ахали учителя. Повествование я сохраняю. Встретили Эсена после уроков за углом. Хочешь, я тебе Москву покажу? Язвительно напоманила его Нафия и попыталась схватить парня за уши. Но Эсена еще на расстоянии увидел слабость ее кистей и уверенно сжал протянутые руки. Трое приспешников убежали, Нафия же заскулила как побитая собака, но все еще рычала. Ты помнишь, как я тебя колотила? Помню, потому мне и пришлось кое-чем заняться. Больше ты никого не тронешь. Значит, ты теперь сильно стал? Да? Будешь сам всех колотить? Да? Нет, но я не буду терпеть, если обижает слабых тот, кто имеет силу, но не имеет сердца. У кого сила, тот чихал на всех. Тебе еще придется пожалеть, что со мной связался, ответила Нафия. И дальше, не связанная с этим, рассказывается новая история. Про то, как его захватили бандиты. И там он освободился с помощью девочки, которая разрезала его путы. И потом он пошел избивать и выключать этих бандитов. Так что я не знаю, что он там уяснил и выучил у мастера Жана, но это как-то не вяжется с первой частью книги, где ему говорят не мстить. И потом была история о том, как Исмаилов держал сбившившегося быка. Ничего не напоминает? Привет, Аяме. Еще очень интересно история получения Исмаиловым черного пояса по карате. Это тоже есть в этой книге. Очень мне нравится слог. Слог, написанный Якуниным, напоминает древние трактаты восхваления и миров. А что же Исен? Он будет добродушно принимать поздравления, мягко улыбаться, но мысли, которые одолевают его, будут далеки от происходящего. Так же, как и раньше. В памяти возникнут образы прошлого, тех лет, когда он на базе сессильного гунг-фу овладел японским карате. Глава шестая, очищающая, черный пояс называется. Самолет летел рано утром, в комфортабельном салоне, свежой и удобный. Исен разместился у окна. Такой ему выпал билет. Окно это очень удобно. Оно помогает избавиться от ненужных разговоров с соседями. Крашиво подглянул сбоку в иллюминатор сосед справа. Как восхождение Эверест-бутто? Ну, восхождение не такая простая вещь, как этот полет заметил с иронической улыбкой СН. Та-та, яволь, надо это, как оно, тренировка. Вы есть спортсмен? Да, мы летим на соревнования. Вы есть борец? Та-та, что спрашивал сосед. Не совсем так слегка улыбнулся СН. Я занимаюсь восточными единоборствами. Ушу, каратэ. Слышали? История Ушу насчитывает шесть тысячелетий. Неожиданно заявил СН. Так хочется добавить. Я-я, каратэ! Немец опасливо отодвинулся в сторону и замолчал. Тут объясню, что на самом деле немец не мог говорить Эверест. Потому что у западных людей гора Эверест называется Маунт Эверест. То есть, гора Эверест. То есть, для правдоподобия всякие я-я и я-воль оставили. А вот реальные вещи забыли. Ну, там много воды, но есть строчка о получении им черного пояса. Так, пробыв в Японии десять дней, проведя встречу с единоборцами восточно-азиатских команд, он не имел ни одного поражения и стал обладателем черного пояса четвертой степени по каратэ. Но это не вызвало в нем ни тени самограделивости. Он знал, первый этап после мастера это становление учителя. Везде описание, какой благородный СН Жумасович. И все написано вот так. Его собеседник и не подозревал, что столь заинтриговавший его сосед обладает незаурядным знанием древнекитайской школы восточных единоборств. И прошел без поражения целый ряд международных встреч по каратэ. Встречался с опытными каратистами европейских стран. Оценки судьи не слишком расходились. Пятый, шестой дан. Четыре, четыре, пять, пять, четыре. Однозначно, твердый, четвертый дан. Если бы это было в музыкальном мире, то звание было бы заслуженный артист. Там вписали отдельную главу о Валерии Маржине, соавторе этой книги. Вот это мое любимое. Маржин типа спрашивает, впервые в виде учеников Исмаилова, откуда эти люди? А ему отвечают, как откуда? Из Чуйской долины. Черт. Как ты-то вставила. Чувствуется из Чуйской долины и воспоминания некоего Игоря Паклина, чемпиона по прыжкам в высоту позднего СССР, ученика СН Жумасовича. Игорь Паклин, как утверждается в книге, и прошел с ним одну из программ нетрадиционной физической и психологической подготовки по системе гунг-фу. Он прошел школу гунг-фу и с гордостью говорил, в Гималаях прошел конгресс представителей восточных единоборств. Нашу школу признали лучшей звездной школой. Многие могут подумать, что это бред, но у нас в руках оказалась видеозапись этого события. господа, я рад приветствовать вас на первом международном конгрессе восточных единоборств в Гималаях. К нам прибыл господин Исмаилов, эсэнс жумасович. Выйди, покажись патриархам. Че ему здесь надо? Эй, что за наколки? Мы, кажется, собирались выбирать здесь лучшую звездную школу. Гималая, не проходной двор. Я требую соблюдать консенсус. И выбирать мы будем из патриархов. Мы тысячи лет практикуем свой стиль. И мы хотим. Я вон тое месте помолчал. В школе Исмаилова. Шесть тысяч лет. Помолчи. Он самый главный патриарх. Не тебе ему указывать. Так, значит, я не ко двору. Ну, ладно. я помолчу. Вот и помолчи. Да ладно, ладно вам, ребята. Назначим его, потом переизберем. Так меня устроит. Вполне. Очень интересная глава о том, как его пригласил к себе в ВДВ. Это было в 1986 году. Написан даже разговор генерал-полковника Сухорукова с его адъютантом. Вот он. Каратэ-придумка японцев, спросил генерал-полковник. Не только. Видите ли, Исмаилов мастер разных видов восточных единоборств. Японского каратэ, тай-квон-до, китайского ушу. Кстати, по каратэ в Японии получил черный пояс. Что это значит, спросил генерал-полковник. Значит, титул непобедимого, ответил адъютант. Он избранный. Это были отрывки из книги Якунина «Черный пояс маэстро» под редакцией Валерия Маржина. И ее можно скачать в открытом доступе. Кроме того, Исмаилов и Сен-Жумасович действительно член Международной Академии Творчества, Народный Артист Кыргызской Республики, Депутат Джо Гор Ку Кенеша Кыргызской Республики, Президент Международного Центра по Восточным Видам Единоборств, Президент Ассоциации Дунган Кыргызской Республики. И уверяет, что его китайское имя было Ян Ши Мин. Поэтому иногда школа называется еще Ян Ши Мин Цуань, что-то такое. Когда Иссыну было 9 лет, то есть в 1958 году семья Исмаилов переехала из Китая в Чилихский район Алматинской области Казахстана. Что не совпадает с книгой, так как в книге это было в 1960-е. Именно тогда его дед Исмаил дал ему первые уроки в единоборстве гунг-фу, которое многие века исповедовалось в северно-тибетских монастырях. Увлекся философией северо-тибетских монахов. Учитель Джан, товарищ деда, дал ему полный курс северо-тибетской школы единоборств, сделал его мастером в окопашном убое. Это я зачитываю другие источники. Но трудовую деятельность он начал в качестве тракториста совхоза Дмитровка из Актинского района с 65-го по 67-е годы. В 67-м году был призван на службу ряды военно-морского флота Советской армии. Уволившись с звания старшины, в 1970-м году поступил в Токмокское культпросвета училища и одновременно стал директором Токмокского дома культуры с 70-го по 72-е годы. Тракторист и студент. И директор. Дома культуры. Внезапно в 1972-м году в 1974-м году то есть на два года его жизнь повернулась на 180 градусов. И он стал работать оперативным работником Токмокского отдела внутренних дел. Затем снова поворот на 180 градусов. И в течение года он преподавал физкультуру и музыку. Физкультуру и музыку. В средней школе селе Александровка с 74-го по 75-й год. То есть один год. Никогда такого не было. Но вот в 1975-м году его жизнь снова повернулась на 180 градусов. И он стал бригадиром Светловодческой бригады в колхозе имени Ленина из Сококтинского района и снова ровно на год с 75-го по 76-й годы. Следующее место работы. Довольно продолжительный период времени. Ну как продолжительный. С 78-го по 79-й годы. То есть снова год. Работал в Казахстане художественным руководителем Целиноградской государственной филармонии. И наконец, после стольких лет мытарств на должностях руководителей разных уровней от Светловодческой бригады до преподавания физкультуры и музыки одновременно. В 1979-м году он поступил в Кыргызский государственный институт искусств. Наконец-то. В годы обучения в институте опять неожиданное назначение. Он был старшим тренером по карате в ДСО Алга города Москвы с 81-го по 84-е годы. Тут, я думаю, мастер описался, так как Алга добровольное спортивное участие профсоюза Киргизской СССР. А что такое? Алга. Алга по-татарски значит вперед. А как по-татарски будет назад? Татарском языке нет слова назад. Если все, мы разворачиваемся. И Алга. И никак не могло находиться в Москве. Проводящие физкультурные, спортивные работы среди трудящихся промышленных предприятий строительства учащихся высших средних специальных учебных заведений созданных в 1958-м году. Трудно было бы учиться в Киргизии и преподавать в Москве. Согласитесь. По окончании обучения стал председателем спорткомитета из Икактинского района с 1984-1988 год. Впервые наблюдается последовательно поступательное движение в жизни великого мастера. Мне кажется, он нащупал путь. И в 1988-м году возглавляет Федерацию Гунг-фу СССР. В должности ее президента пробыл до 1991-го года. Я даже боюсь, на какие жертвы пришлось пойти великому мастеру гунг-фу на то, чтобы в 1988-м году в СССР Минюст мог бы зарегистрировать федерацию какого-то гунг-фу. Для примера. История развития в нашей стране других восточных единоборств была не столь безоблачна. Дзюдо развивалось давно, но в этот период, в второй половине 60-х годов, в Москве и других городах начали появляться группы энтузиастов, пытавшихся освоить еще один вид боевых искусств Востока каратэ-до, или по установившейся в прессе терминологии каратэ. Я зачитываю сейчас выдержки из различных источников, связанных как раз с советским каратэ. Его привезли с собой иностранные студенты, обучавшиеся в советских вузах, а также некоторые специалисты, работавшие за рубежом, и владевшие там его основами. Я думаю, намек на Попова. В 1978-м году состоялось официальное открытие Федерации каратэ СССР, которое многое сделал для популяризации и становления этого вида спорта. В этом же году в силу огромного количества различных разрозненных групп, организационно слабо оформленных, иногда с очень низким уровнем преподавания, спорткомитет СССР с целью упорядочения этого процесса издал приказ о создании комиссии по борьбе с каратэ. Тогда еще каратэ, а не с каратэ. Но в 1981 году был наложен запрет на преподавание. Были объявлены вне закона, получившись в тому времени большое распространение тэквондо, айкидо, ушу, едва-дао и так далее. Дальше больше. С целью ликвидации нелегальных подпольных секций восточных единоборств в администрациативный уголовный кодекс РСФЦР и союзных республик были включены статьи статья 177 АК РСФЦР, статья 219.1 УК РСФЦР, предусматривающая уголовную ответственность за нарушение правил обучения спортивному каратэ. В 1984 году правоохранительные органы ошибочно посвязав рост популярности каратэ с повышением уровня уличной преступности, в законодательном порядке закрылись все секции и клубы, а сама первая и единственная федерация были распущены. Напоминаю, что все происходит в 1984 году. Ветроперемен, волны демократизации сняли практически все запреты и ограничения на занятия восточными боевыми искусствами и в 1989 году была образована Федерация боевых искусств СССР. Учредитель Госкомспорт СССР посмотрите, какие были тогда уровни учредителей федерации. Учредитель Госкомспорт СССР согласно уставу федерация объединяла различные виды боевых искусств, включая и восточные единоборства, тэквондо, каратэ-до, традиционные стили и кикусинкай, айкидо, ушу, кунг-фу и поклонников других школ и направлений боевых искусств. Вот мне как-то думается, наверное, все-таки Исмаил должен был бы быть президентом, наверное, этой федерации, но... Нет, не судьба. Президентом этой федерации был КГБшник. Но не стоит уподобляться Фоме и подвергать сомнению слова патриарха. Вернемся к его истории. В этот же период он работал по контракту тренером по единоборству Ушу в Китае. Талант Эсена Жумасовича многогранен. Блицательный спортсмен. Тренер. Это я засчитываю следующую его статью. Обладатель черного пояса шестого дана по карате. Он создатель уникальной... Заметьте, уже шестого дана по карате. Он создатель уникальной школы по восточным видам единоборств Бунфу Тигр Дракон. Хулунь Чуань. Которая знаменита не только в Кыргызской республике, но и в России, Китае, Японии. Вот фотография, на которой изображен учитель в самом начале развития своей школы в 1890 году своими верными последователями. Эти лица, как я вижу, не отмечены печатью мудрости. Именно. Именно. Не отмечены. Скажу еще, что я не вижу здесь и лиц отмеченных печатью честности. Куар. Куар-уар. 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 Так сказать, будущими гранд-мастерами и последователями школы Шаолиня. Вот что говорит С.Н. Жумасович о себе. Когда этой мальчишке я очень хотел научиться драться. Думал, что только так можно отстаивать свои решения. Дрался много, не задумываясь. Бун-фу изменил мое отношение к драке, борьбе, спорту. Приняв решение, начав бой, надо вести его до конца, не останавливаясь. Я провел 120 спортивных боев и все без поражений. С каждым разом все больше переживал. Обязательно найдется тот, кто окажется сильнее меня и выиграет. Но мне повезло. Я стал чемпионом мира без поражений. На всякий случай напоминаю, что в книге описывается то, что он вообще не дрался, что он был очень милым ребенком. Здесь же он говорит, что он все время дрался, много не задумываясь, еще до гун-фу. И что только гун-фу его остановило. Может быть, он все-таки не был чемпионом мира? Но не будем сомневаться. С 90-го года по настоящее время он является президентом Международного центра по восточным видам единоборств. Более 300 тысяч воспитанников считают его своим учителем. Среди них воины Советской Армии, десантники, сотрудники органов милиции и безопасности, спортсмены. Им подготовлено 11 чемпионов мира. Один за другим ученики СН, проходя с ним программу нетрадиционной физической и психологической подготовки в системе гун-фу, побеждали ведущие первенства мира. Вот эти достойные люди. Кулубаев Эмиль Бакашевич, заслуженный мастер спорта по контактному карате, заслуженный мастер спорта по рукопашному бою, трехкратный чемпион СССР по контактному карате 84-86 года, 103 боя ни одного поражения, двукратный чемпион ВДВ по армейскому рукопашному бою. Судья международной категории, главный тренер сборной Кыргызстана тренирует в настоящее время в Кыргызстане, город Бишкек. Это опять же статья об Эссене Жумасовиче, интервью с ним, где он его приводит как авторитета из своей школы. Также город Бишкек по версиям Кикбоктин, команда Александра Войнова, 11 чемпионов мира. Паклин Игорь Васильевич, заслуженный мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, мастер спорта СССР, многократный чемпион СССР по прыжкам в высоту через планку. Двукратный рекордсмен мира, универсиад в городе Кабе, Япония, 1986 год. Мировой рекорд по прыжкам в высоту 2.42. В чемпионатах ВДВ ученики Исмаилова являют в течение 12 лет подряд рефери. Ученики монастыря Шаолинь, да-да, того самого, мечтают видеть этого мастера-наследника, это я зачитываю, наследника великого учителя Лао-Джана у себя, ведь на сегодняшний день он является единственным хранителем древних знаний, которые монахи Шаолинь утеряли. В монастыре его встречают с высшими почтями, как главного консультанта по древне-тибетским практикам монастыря Таши Лумпо, являвшегося академией глуфующего в эпоху Ваджираяны. Мы же его помним по разбитию купюры карандаша. Кроме того, СН Исмаилов – профессиональный музыкант, композитор. Он написал более 50 песен, а также несколько симфонических произведений. Песня «Песня «Песня» Если вы не расслышали и не оценили пение мастера по дунганской песне «Песня» Вот русская песня Кстати, хочется мне отметить еще насчет дунган. Дело в том, что он называет себя дунганином и приводит это как национальность, но по-настоящему это не национальность и даже не самоназвание. Так называли людей в Китае, которые исповедовали «Исламскую веру» китайцы. То есть, можно даже сказать, что это оскорбительное, наверное, название. Но я не знаю, им виднее. Как всегда, на одном поприще великий мастер не остановился. И он стал режиссером, постановщиком и актером в нескольких фильмах о боевых искусствах. Правда, похоже, их никто не видел. Вот страничка «Кинопоиска». И еще, если этого мало, главный консультант по культуре и спорта Северо-Пекинского университета КНР. И что это за Северо-Пекинский университет? Что в нем преподают? Давайте поищем его на карте. Нет. Есть Пекинский, есть Северно-Китайский университет. Вообще университетов в Китае, в Пекине очень много. Северо-Китайский технологический университет, Пекинский объединенный университет, изящных искусств и так далее. И действительно очень много. Но нет Северо-Пекинского. Но, правда, сам главный пекинский университет находится на северо-западе. Почти угадал. Он также является заслуженным деятелем культуры Кыргызской республики в 1993 году. Охотно верю. Зародным артистом Кыргызской республики 1995 года. Действительным членом Международной академии творчества 1996 год. Награжден почетными грамотными союзами композиторов Министерства культуры Кыргызстана и Казахстана. Юбилейную медалью к тысячелетию Монаса. Почетные грамоты Министерства культуры СССР, Испорткомитет СССР, Киргизия, Украина, Белоруссия. Почетные грамоты ИВЦ СПС. Почетные грамоты Министра обороны СССР. Почетные грамоты Воздушно-десантных войск. Естественные грамоты от ВДВ СССР тоже никто не видел. А у меня, например, есть почетная грамота от МВД Архангельской области. За помощью подготовки специалистов. При этом я знаю цену такой грамоты. И поэтому никогда не хвастаюсь такими бумажками. И это не потому, что я скромный. Хотя это может быть. Хвастаться надо знаниями. Знаниями хвастаться как раз не зазорно. Но именно этого СН Жумасович и не делает. Также сообщается, что последние 4-5 лет СН Исмаилов также крупный бизнесмен. Имеющий большие деловые связи с Китаем. Мы предприниматели средней руки. И в бизнесе, мне кажется, СН Жумасович такой же, как в единоборствах. Это все с татарстанской статьи. Поэтому в России СН Жумасович побывал по приглашению Кабинета Министров Республики Татарстан. На Сироссийской научно-практической конференции «Построматический синдром пути реабилитации». Проходивший 5 декабря 2007 года в Казани. Торговый центр Сувар Плаза с докладами. Древняя здравительная восточная система для реабилитации ветеранов боевых действий и их семей. Развитие дальневосточных методов и системы специальной подготовки и реабилитации в вооруженных силах РФ. Мастер еще раз доказал эффективность, универсальность и актуальность методов древнего учения в современном мире. Непонятно, правда, чем. Как президент Международной инвестиционно-промышленной корпорации «Житиген» занимается крупными торгово-инвестиционными проектами. В 1995 году стал депутатом СНП Жигарку Кенеша Кыргызской республики. На президентские выборы был доверенным лицом Акаева. Ведет обширную благотворительную деятельность. Как общественный деятель уделяет огромное внимание объединению Дунган в Кыргызстане, Китае и других странах. С 1993 года он является президентом Ассоциации Дунган Кыргызской республики. Свободно владеет кыргызским, русским, китайским, уйгурским и узбекскими языками. В 1998 году Кембриджским биографическим университетом СН Жумасовичу была присвоена премия «Человек-года». Он даже живет в Люксембурге. Селье Люксембург – Кыргызская республика. Давайте начнем с последнего. Кембриджским биографическим университетом СН Жумасовичу была присвоена премия «Человек-мира». Во-первых, нет никакого Кембриджского биографического университета. Это либо Кембриджский университет, либо биографический, точнее есть такой EBC, Международный биографический центр, International Biographical Center. И славен он, может сообщать нам в Википедии, чем славен этот биографический центр. Международный биографический центр, английский EBC, издательство, принадлежащее Милроуз Пресс Лимитед, специализируется на издании биографических книг, энциклопедии, справочников персоналей. Расположен действительно в Кембридже, Великобритания. Правительство Западной Австралии охарактеризовало его деятельность, деятельность этого центра, как мошенничество. Вкратце, они за деньги присваивают звание Человек-года, либо могут издать вашу биографию. Достаточно просто дополнить форму на сайте, ну и, наверное, присылать какие-то деньги. Итак, следующий пункт. Ученик Эсена Жумасовича, который Кулубаев Эмиль Бакашевич, заслуженный мастер спорта по контактному карате, заслуженный мастер спорта по рукопашному бою, трехкратный чемпион СССР по контактному карате 1984-1986 годов, 103 боя и ни одного поражения. Двухкратный чемпион ВДВ по армейскому рукопашному бою, судья международной категории, главный тренер сборной Кыргызстан, тренирует в настоящее время Кыргызстане в городе Бештек. Трехкратный чемпион СССР. Но дело в том, что с 1984 года проводились только чемпионаты по карате. И потом они же назывались по рукопашному бою. Вероятно, это они. Но дело в том, что все чемпионы известны, не говоря уже о трехкратных чемпионах СССР. Вот он сам о себе пишет. Старший инструктор Международного центра по восточным видам единоборств, вице-президент САФФПФВС, старший инструктор Федерации Союза боевых искусств, город Казани РФ, тренер по косике карате, инструктор по рукопашному бою, чемпион СССР по рукопашному бою, город Москва 1982 года. Черный пояс по карате Третий Дан, трехкратный чемпион Кыргызской ССР по карате, старший инструктор школы гунг-фу Дракон Тигр, учитель Исмаилов Эсен Жумасович. Старший тренерской деятельности, 30 лет. В 2000 году разработал уникальную программу поздравления всего организма и восстановления жизненных сил благодаря древним практикам тибетских монахов, которые практиковал с 19 лет. Он тут уже однократный чемпион по рукопашному бою 1982 года и черный пояс по непонятному карате. Учитывая это, надо делить все сказанное и написанное его учителем как минимум в три раза. Как минимум. Это если еще сам Эмиль не приврал. Вот тут он пишет о себе и тренировках у Эсена Жумасовича. Осенью брат говорил, что появился какой-то китаец, который гунг-фу преподает. Я пошел к нему, это был Исмаилов Эсен Жумасович, учитель, который стал для меня ключевым. У него уже была своя группа, свои тренера и инструкторы. Ему было 34 года, это был настоящий сельский интеллигент. Мне понравилось со своей порядочностью, мягкостью. В нем не было гордыни, одевался аккуратно, всегда при костюме и галстуке. Этот милый человек, диктатор Ким Ир Сен, если что, тоже хорошо одевался. Когда я пришел на тренировку в первый раз, на крыльце стоял мужчина и курил. Я подошел, тоже закурил. Мимо какие-то ребята проходят в зал. Я так небрежно спрашиваю, здесь китаец преподает? Он отвечает, да, заходи. А потом заходит, переодевается в кимоно, завязывает пояс. Оказывается, это и был тренер. Не знаю почему, но я занимался очень упорно, даже фанатично. Все мои знакомые увидели во мне огромные изменения. До этого я ни о чем не задумывался, был трудным подростком. А тут во мне появилась дисциплинированность, целеустремленность. Я установил себе жесткий распорядок дня, просил курить, покончил с подростковым хулиганством. Даже с друзьями почти не общался, стал ответственным. Если мне давали задания, я выкладывался на 100%. Там уже оказывается, что он, Эмиль Кулубаев, мастер гунг-фу, мастер спорта по карате, девятикратный чемпион Кыргызстана по восточным единоборствам, двухкратный победитель международного турнира МАНАСС, чемпион СССР по рукопашному бою. Еще один из большого спорта ушел так и непобежденным. Он человек осознанный, духовный и счастливый. Ну, давайте посмотрим, что же за чемпионат мог быть в СССР в 1982 году. Я нахожу только один. Второй чемпионат СССР по карате проходил с 17 по 21 марта 1982 года. И в городе Таллине, а не в Москве. Вот список. И в списке я не нахожу. То есть, есть вот Шахмурадов, Бетюзский, Гаврилов, Куринович, Пак, Ли, Гриневич, Чотанов, Вежускас, Ли, Сомов, Кожемякин, Каданев, Зайцев, Задиран, Бакурадзе, Снитков, Лущик, Каменскас, Крутиков, Вугин, Кивирант, Разумейко, Иоваша, Михайлов, Киви, Рукас, Руннов, Крутиков, Станкевичус. Командный комитет СССР, Эстония, Литва. Никакого Колубаева там нет. Первый чемпионат был в Ташкенте, второй в Таллине, третий в Волгограде. Потом запрет с 1984 по 1988 годы. Понятно, что история не донесла о нас и о непобедимых победах самого Исмаилова. Я провел 120 спортивных боев и все без поражения. Вы можете посмотреть уровень самого Колубаева. И сразу увидите характерный почерк той самой школы гун-фу тигр-дракона Сэна Исмаилова. Как минимум, который может смело носить титул великого сказочника. Ну нахер. Впрочем, его ученики тоже не отстают. Вот сайт его последователя в Крыму, того самого Валерия Маржина. Там С.Н. Жумасович уже шестикратный чемпион мира по карате. Носитель титула Сражающийся Дракон, присвоенного всего шестерым мастерам мира. Ты, сука, чё сказал? Главный тренер ГРУИ ВДВ СССР по рукопашному бою. А какие у вас документы? Главный консультант монстыря Шаолинь. Усы, лапы и хвост. Ну вот мои документы. Человек года 1998 года на планете. И даже учитель Талгата Нигматулина. Видимо и актера Еременко. Так как Талгат Нигматуллин карате обучался в Гидисе. Вместе с сокурсником, актером Еременко. Известным он нам по пиратам 20 века. Еременко и Нигматуллин выделялись. Каждый вечер они переодевались в кимоно и начинали в своей комнате тренировки. Актеры занимались карате, которое в то время в СССР было почти под запретом. Весь в гиг смотрел на них с восхищением. Тогда, в конце 60-х, их увлечение карате было просто данью моде. Они даже не предполагали, что когда-нибудь смогут показать свое мастерство на экране. Но это произойдет через 10 лет, когда начнутся съемки пиратов 20 века. Видимо то, что Талгат Нигматуллин носит восточное имя, должно было заставить всех нас поверить в то, что его учители Сен Исмаилов. И ведь поверили. Сами они о себе тоже не скромничают. В вашем учении есть метод созерцания посредством которых человек возвращается к своей изначальной природе. Чекьял на Мкай, Норбу, Ринпочи, Наудиенции, Маржину. Маржин вообще не может остановиться в своем творчестве. И его школа очень сложная. Даже сложнее, чем у Исена Жумасовича. В Северо-Восточном Тибете на протяжении 6 тысяч лет существовали монастыри, хранилищие учения всеохватывающие истины. Знания эти имеют общие истоки с основными философскими системами на Земле. В Ведической, Древнеегипетской, Персидской, Древнеславянской и Майянской. Данное учение имело и другие названия. Школа небожителей, учения бессмертных. Школа союза неба и земли. Союз меча этого, как его, орала. Школа странствующих в звездах. Школа звездного странника. Сердечная йога Далай-Лам. Школа воинов света. Школа дракона-тигра. Наконец. Все эти наименования подразумевают один из величайших законов Вселенной. Рождение человека является тайной. Смерть человека является тайной. И эти тайны раскрываются человеку по мере прохождения практик школы. Гусеница становится куколкой. Куколка становится бабочкой. Бабочка размножает себя в множестве экземпляров. Я маленький козлик. А маленьким козликом быть хорошо. Бабочкой быть тоже неплохо. Сотворчатой первой причины. Небо. Дракон. Лун. Землей. Тигр. Ху. Рождается человек-творец. Преобразователь окружающего его мира. Наиболее часто встречающее современное название. Школа гунг-фу дракона-тигра. По-китайски. Лунг-ху. Чуэнь. Или чуань. Термин гунг-фу. Это тибетское произношение китайского кунг-фу. Переводится как трудная работа, почетный труд. Жизненное мастерство. Поэтому сейчас, переводя на понятный нынешнему человеку язык, мы часто называем наше учение школой жизненного мастерства. Монастыри этого учения в Тибете называли звездными монастырями. Потому что самые сокровенные практики, дорога домой, связаны с определенными звездами. Великие учителя тибетского буддизма Лопен Цычу Ринпончи и Чогьял-намкай-норбу Ринпончи говорили в разное время, что данная школа относится к высшим тантрическим учениям. На документах всегда печать бывает. Есть у вас печать на хвосте? А? Нету. А усы подделать можно. Самое странное, что о самом маржине, главе крымской школы, я нашел вот это. В Крыму москвичка отдала 60 тысяч долларов духовному наставнику и стала бомжом. Надежда Мадекина приехала из Москвы в Крым, чтобы стать воином-монахом, вдохновившись вечениями наставника в области духовных практик и оздоровительных систем Валериана Маржин. Учитель взял у нее деньги, заверив, что поможет с постройкой жилья. А взамен оставил шутливую расписку, разрисованную цветочками, с отпечатком своего большого пальца. В итоге девушка оказалась ни с чем. Скитается по острову и безуспешно пытается вернуть свои деньги. А какова реакция Маржина на это? Валериан Александрович раздосадован, что его воспитанница самостоятельно покинула ряды членов ассоциации. Эта мадам все не может успокоиться, пытается нас очернить, негодует учитель. Она здесь 5 лет жила бесплатно, мы ее кормили, обучали. Теперь же приняли решение обратиться в суд за клевету и выдворить ее из страны. Тогда это была Украина. Мои ребята хотели взять ее и выкинуть. Я им не разрешил. Пусть суд разбирается. Но мы ее можем поставить на место и на другом уровне. Я дам своим ребятам команду ФАЗ. Видите ли, какой-то бедной девчонке захотелось укурениться в Крыму. Тем более, что в наше время эти деньги ничего не стоят. В Москве она бы на них ничего не купила и не построила. А здесь, понимаешь ли, захотела прямо в горах заиметь себе ФАЗенду. Так не бывает. Мы эту гражданку РФ поставим на место, чтобы защитить свое имя. Мне придется включить ресурс той боевой школы, к которой принадлежу. Однако на вопрос, не угроза ли это, мастер гу-фу уклончиво ответил. В нашем мире может быть все, что угодно. Я верю в судьбу, верю в то, что делаю. Десятилетиями занимаюсь этой школой и никогда никого не обманывал. Беденький Буратино, не ушибся ли ты? Бедный Буратино. Стой! Это было в 2013 году. Как вы понимаете, крымские события 2014 года изменили расклад карт. И деньги никто не вернул. К тому же, 10 сентября 2017 года самого маржина не стало. А вот школа в Татарстане, которую возглавляет ветеран боевых действий Георгий Борисович Мединин. Который, как уверяется, является КМС СССР по боксу 1985 года, КМС подзюдо, чемпионом ВДВ СССР по рукопашному бою боевому самбо 1986 года, чемпионом ВУ высшего управления Министерства обороны СССР 1987 года, инструктором группы спецназначений с 1989 по 2010 года, имеет 100 боев без поражений, 4-й данный полноконтактных единоборств «Ориентал». Это их изобретение. Стаж Георгия Мединина составляет более 25 лет, ну и все такое. Для примера, я начал заниматься в 19 лет с каратэ, потом тэквондо и прочее. Итого с 1988 года прошло ровно 30 лет. А если брать еще с момента уроков у бокса и самбо у отца, то получается, что я начал заниматься в лес в 12. Тогда плюсуйте еще 7 лет. Итого почти 40 лет. Вот что он пишет. И мне кажется, он берет внутри школы «Тигр-дракон» новые рубежи. Школа «Тигр-дракон» воспитала 51 чемпиона мира по различным видам спорта. Сегодня это всемирно известная школа. Ведь в ней проходили программы обучения такие выдающиеся мастера китайского искусства гунг-фу, как Ян Шимин, мы его уже знаем под именем С.Н. Исмаилов, Джет Ли, Джеки Чан, наши советские и российские спортсмены, успешно использовавшие программы школы своих видов спорта. Сергей Бубка, Елена Исымбаева, Талгат Нигматуллин, куда же мы без него, Тадеуш Касьянов, уже известный нам Эмиль Кулубаев, многие другие мастера и чемпионы по различным видам спорта, а также команды по ориенталу, кикбоксингу, как в нашей стране, так и за рубежом. Сейчас эта школа успешно шагает по планете. По России это много разных городов. Даже есть такие, как Самара, Марганец. Так давайте взглянем на тех, кто хочет нести свои знания людям. Кто для этого вышел на меня и хамил меня тут на моем канале. Давайте глянем на великих учителей, сокровенных практик, монахов в Шаолине. Короче, постучался ко мне великий эксперт боевых искусств этой самой школы, некий Собакевич Алексей, чем и обратил мое внимание на эту школу. И запомнился он мне своим просто уникальным исполнением комплекса. А это, видимо, его учитель, некий Дягилев. Вот его великолепное и замечательно непосторимое исполнение 15 движений. Аминь. Аминь. А вот для сравнения обычные спортивные уши от голимых европейцев. И в нём есть главная скоординированность включения тела в работу. А это уже европейское спортивное уши. И даже оно лучше. Не поверите, но самые простые исполнители айкидо это лучше по сравнению с этой таинственной школой лохов. Если что, это не какой-нибудь хуй из горы. Это инструктор киевской школы, тигр-дракон Дмитрий Шатурский. Орёл, мужчина. Орёл. 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 Кто? О, они заодно. Мастер, такой мастер. Он всегда, как мне было интересно, попробовать, действительно ли это так сложно. На самом деле, доска стандартная, два сантиметра. Вау, блядь, вот это удивило, так удивило. Деревянная. Доска деревянная, блядь. Охуеть. Значит, объясняю поэтапно. Как для инструкторов, мне кажется, хороший такой трюк, да, или номер на показательных выступлениях. Достаточно хороший. Да что вы говорите. И это в 2018 году. 2000, блядь, 18-й год. Уже студентик Михаил Лидин бьет кирпичи у себя на голове. Втыкает шампур в горло и нож в глаз. Ча, поэтому для демонстрации я буду использовать кухонный нож. Ваш скромный слуга еще в 2014 году разоблачил этот трюк. Школа шаолинского кунг-фу тигра-дракона. В шоке, там такой мастер, такой мастер. Он всегда, как мне было интересно, попробует, действительно ли это так сложно. Пробует на двухсантиметровой доске в 2018 году. Летать не умеют. Стрелять тоже пока не умеют. Но орлы... Кстати, эта школа одна из моих любимых. Обожаю на нее смотреть долгими летними вечерами под журчание ручейка в саду и стрекотание цикад. Особенно эту уникальную работу по защите от нападения. Блоки. А что же с ними в фильме не так? А вот что. Это все совершенно четко. Некий подвальный рок. Помните, как в фильме «Дежа-вю»? Синкопа? А я на эсмире? Как же? Что это Синкопа? Кость, ты че, а? А при чем здесь я? Что вы ко мне вообще пристали? Еще Синкопу придумали какую-то! То есть, люди строили свой стиль на рассказах тех людей, которые ничего не понимали в боевых искусствах вообще и в традиционных боевых искусствах в частности. Поэтому все, что вы видите на этих видео, это бережно принесенная через десятки лет вымышленная техника, составленная на основе знаний, полученной в советском недокороте и срисованная с картинок в журналах вокруг света, которые изображали комплексы в ушу. Это всем известно, никому не интересно. К этому сейчас редко прибегать. А вот если тебе обличие-то оставят, а весну и все такое прочее из сердца вынут, а весну и все. Туда помещать? То есть, это не просто дно, да, как спортивные уши в Китае, а это гище. Глубина этого лоховства гораздо глубже. Просто невероятно, как за столько лет не нашлось ни одного человека, который бы сказал, хватит, блять, хуйней заниматься. Да, эти фиксирующие боки руками с полной пустотой работой телом это почерк подвального карате СССР. Это же совершенно та самая галимая... За столько лет великий мастер С.Н. Жумасович Исмаилов не только не получил по голове от благодарных учеников за столь грандиозный обман, но и богополучно разводит кроликов уже которое десятилетие. Вот это и есть настоящее колдовство. Человек тогда другим становится. Он все понимает, но оценивает уже по-другому. Заслуженный артист Кыргызстана, глава театра оперы и балета. Возможно, это единственные его характеристики, которые им не выдуманы. Потому что на его фоне даже фильм про Ипмана. Унылая реальность. Насколько же у украинских адептов школы Исмаилова не развито критическое мышление? И вот мне что интересно, он набирал таких идиотов? Или они становились ими в процессе обучения? Техники приема дыхательной практики в школе гунг-фу Ян Ши Чуен с исполнением старшего инструктора школы, наставника куратора филиала школы в Киеве, Черкасах, Днепре и Каменском. Андрушенко А.Г. А вот исполнение настоящего китайского мастера. Кстати, по шапочке видно, что он исповедует ислам. Если уж вы сейчас не едете, разница. И да, я так и вижу, как адепты кричат и голосят. Нас обидели, нашу школу обидели, а мы, как принято в страшном гонконгским кино, страшная мстя. Так вот, дебилы, вырастите. Клоуны принято называть таких, но мне обидно за клоунов. И мы еще над чихарком смеемся. Люди в детстве пересмотрели гонконгских боевиков. Скажите им кто-нибудь, что уже фильм «Рейд» вышел. Хватит копировать гонконгскую оперу. Пора переходить на что-нибудь более актуальное, модерновое. Хотя нет, понимаю, традиция. Да, вдруг оказалось, что насчет «Рейда» они в курсах. Еще. 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 Пережение плеча. Еще. Работаю на контратаке. Еще. Сюда. Прихват. И так далее. Техника может быть любая. Это, как вы понимаете, копирование пинчак силата. Только с таким же смыслом, как если собаке дают палку, и она начинает грызть палку, а не нападающего. Короче, деревенский украинский гунг-фу для лохов. Но неверно думать, что школа только в Украине развивается, на деревенских лохах. Вот питерские мастера. Молодец. Молодец. Да, именно так это все и выглядит. Даже слова подбирать к этой школе не хочется. Сплошные самородки, городские сумасшедшие, проходимцы и вруны. Заключение цитата. Многие любят вкусно поесть. У вас есть совет рационального питания, обратились к Смаилову. У нас в Дунган вся пища лечебная. Потому что мы знаем, какие травы добавить в мясо, какие травы от тех или иных недугов. Да что там говорить, мы сами, блядь, целебные. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok